Один миллион за один месяц. Донать на рэп для повитерных сил ЗСУ. Посылание на банку в описании до каждого видео на нашем ютубе. Один будет вынужден проигрывать либо войну за Кавказ, либо войну за Украину, а скорее всего обе войны. Кроме того, сейчас несколько тысяч кадыровцев, по некоторым данным три, по некоторым данным пять тысяч кадыровцев, они живут в центре Москвы, в президент-отеле и около него, это буквально метров пятьсот от Кремля, через Москварику. Поэтому сейчас эти люди, по сути дела, являются личной гвардией, охраной Владимира Путина от любого переворота. Что значит от политических каких-то выступлений, оппозиционеров российских, которые раньше там были, сейчас уже их, конечно, не осталось. Либо от, как Пригожин шел на Москву, либо от какого-то заговора внутри правительства и так далее. То есть на тот случай, если среди, скажем так, местных российских элит поднимется какой-то заговор, всегда есть вот эти приезжие, так сказать, черкесы, чеченцы, которые смогли бы защитить Владимира Путина. Ну, по крайней мере, идея такая была вот в том, что они как бы не связаны ни с какими кланами внутри России, они как бы внешняя сторона, поэтому у них есть один благодетель, один царь, Владимир Путин, которого они будут защищать из-за тех сил. И за это, за то, что они выполняют эту функцию, этим людям, кадыровцам в Москве было разрешено практически все. То есть они могли совершать любые уголовные преступления, ничего им за этого никогда не было. То есть, например, Немцова убили они, много кого еще они поубивали, они там между собой несколько раз стрелялись, они отжимали там целые банки, корпорации и так далее. То есть все у них, им было можно все. Но, если Кадыров возьмет и прикажет, там, если у него возникнет такое желание, или он почувствует слабость Путина и прикажет своим боевикам просто вернуться в Чечню, то это создаст сразу же, просто будет им приглашением для начала военного или государственного переворота в Москве. Потому что любые заговорщики сейчас, потенциальные даже в России, в Москве, очень боятся, что им придется воевать против кадыровской армии, которая вот тут сидит прямо напротив Кремля. Если они попытаются скинуть Путина, я имею в виду заговорщики. То есть боятся, боятся очень этих кадыровских головорезов. И поэтому, опять же, это еще одна точка слабости Путина. И, как бы, скажет, то место, за которое Кадыров Путина держит. Я уже молчу о ситуации, при которой Кадыров, наоборот, скажет мне. То есть скажет, давайте-ка забирайте власть в Москве. Помешать в этом случае его боевикам никто и ничто не сможет. Потому что, как только начинается любая заваруха в центре Москвы, все российские органы власти сразу рассасываются. Я помню, несколько лет назад, там, какой-то один мужик с карабином Сайга ходил, стрелял по зданию ФСБ. То есть по главному зданию ФСБ на Лубянке стрелял, пытался его штурмовать. Один человек с одним автоматом. Все попрятались, никого не было в центре города. Несколько часов, пока туда откуда-то из Подмосковья не привыкли какой-то спецназ. То есть даже одного чувака. А представьте себе, тут не один чувак с переделанным карабином каким-то охотничьим, а с целыми, три тысячи боевиков, обвешанные пулеметными лентами, с гранатометами и всем прочим. Конечно, никакие московские менты не будут им там становиться на пути. То есть Кадыров, в общем, может, если захочет, в любой момент захватить власть в российской столице. По сути дела, у него единственная есть такая возможность. Даже крупных воинских частей внутри российской столицы нет, они все в Подмосковье. То есть если быстро Кадыровцы будут действовать, то они смогут захватить силы власть. Еще один важный момент. В чем отличие серьезнейшее Кадыровцев от всех остальных российских силовиков в том, что они не боятся использовать насилие. Они вообще не ограничены никакими законами, никакими инструкциями и боятся им некого и нечего. У них есть только Путин и Кадыров. Если Кадыров скажут, причем Кадыров главнее для них, если Кадыров скажут, что делайте то-то и то-то, они будут делать, даже на Путина внимание не обратят. У них есть не просто силовой ресурс, огромный силовой ресурс, но и нет никаких комплексов в плане применения. То они не стесняются применять свою силу, если того требуют обстоятельства. Остальные российские ведомства, типа МВД и ФСБ, они не хотят рисковать, они боятся, они прячутся, они пытаются переждать и так далее. И Кадыров же со своими людьми постоянно участвуют в разного рода разборках. Вот, собственно, доказательство только что было вот это сражение за Уайлдберрис, за офис Уайлдберрис. Кадыровцев из-за этого в Москве, в России все очень боятся, против них никто не попрят. Вот, кстати, они как-то так интересно, они были уверены, что и украинцы их очень сильно боятся. И когда, помните, было в самом начале полномасштабного вторжения, показывали какие-то видеоролики из Чечни, как эти бородачи стоят такими встроенными рядами, какие-то у них там флаги и бронетранспортеры, и как бы считалось, что сейчас украинцы вот на это посмотрят, испугаются и сдадутся. Но, как мы все знаем хорошо, что на поле боя ничего особенного из себя они не представляют. Но в обществе, основанном на терроре, в обществе, где террор это самый главный ресурс, там в таком обществе круче всех не тот, кто самый умный или даже самый богатый, а тот, кто самый страшный. И вот Кадыров там сейчас в Российской Федерации самый страшный, его все боятся. И по мере роста его силы, вот сейчас он приберет Валдеберец к рукам своим, страх к нему со стороны всей остальной российской политической элиты только нарастает. Сейчас Кадыров боится уже даже Путин. Почему? Потому что он знает, что бороться с Кадыровом в данных конкретных условиях некому, нечем. То есть нет той силы воинской, которая могла бы Кадырова победить. Вся эта сила сейчас в Украине находится. Армия на фронте, ФСБ и МВД не армия. У них там следователи какие-нибудь, я не знаю, палачи и дознаватели, это вовсе не те, кто, значит, пойдут в атаку, сидя верхом на танке. Есть еще, конечно, Росгвардия, но в Росгвардии управляет абсолютно дегенерат, этот бывший господи, даже не только его зовут, с такой мордой тупой. Он, короче, был тоже когда-то охранником, и Путин его сделал начальником Росгвардии. И, кстати, он сам большой друг Кадырова, поэтому, если что, я думаю, Росгвардия Кадырова поддержит. Но, в общем, некому будет воевать с Кадыровцами, если кадыровцы вдруг захотят захватить власть. Поэтому, собственно, Владимир Путин сейчас, он понимает свою уязвимость в этом смысле, он сейчас выполняет все пожелания Кадырова, он фотографируется с его несовершеннолетними детьми, жмет им руки, он раздает ордена и медали этим детям, он публично целует Коран, хотя вообще-то, как бы, предполагается, что Путин христианин, и публично целовать Коран христианину, это, как бы, не совсем правильно, на мой взгляд. Я небольшой специалист в этих вопросах, но, по-моему, это неправильно. Он ездит на поклон в Чечню к Кадырову, вместо того, чтобы вызвать Кадырова к себе в Москву, ну и так далее. То есть ситуация сейчас, в общем, выглядит следующим образом. В условиях отсутствия любых сдержек и противовесов Кадыров очень быстро набирает политический и экономический вес в России, военный вес его и так очень большой, причем он не расходуется, в отличие от возможностей Минобороны на фронте. Кадыровцы крайне редко участвуют в каких-либо сражениях, они очень берегут себя, берегут своих людей. И я думаю, что в недалеком будущем сейчас Кадыров окончательно отожмет себе Wildberries, начнет сколачивать полноценную бизнес-империю, которая будет его финансировать, все его эти вооруженные силы. Одновременно он, я думаю, каким-то образом еще попытается консолидировать общероссийские медиа-активы, чтобы получить инструмент манипуляции уже на уровне не только Чечни, но и Российской Федерации. И в 2025 году, если дела у Владимира Путина пойдут совсем плохо, а это очень может быть, Кадыров, я думаю, запросто сможет побороться за власть в Москве против совершенно каких-то невнятных, бестолковых людей, которые сейчас окружают Путина. Окружение Путина он уже подбирал себе не по принципу профессионализма, а по принципу верности. И если у Кадырова начнется какое-то восстание, если он поведет восстание какое-то, то ему никто ничего противопоставить не сможет, потому что не хватит воли у этих людей. Ну и это во-первых. То есть Кадыров, если захочет, сможет запросто стать царем всероссийским. А во-вторых, он может реализовать давнюю задачу, которая пользовалась бешеной популярностью на всем Северном Кавказе, а именно отделить эту территорию Северный Кавказ от Российской Федерации, создать независимое исламское государство, от Черного моря до Каспийского моря, и стать эмиром этого самого государства. В общем, тоже, я думаю, для Кадырова не самый плохой поворот в карьере. Если, кстати, у него это получится, отпилить Северный Кавказ от России, и сделать это независимым государством, стать его там начальником, то я даже думаю, что нынешние чеченские оппозиционеры, которые живут за границей, в общем, простят Кадырову многое, если не все. Потому что они, в общем-то, тоже стремятся к тому, как в главной цели их, это создать независимое государство на Северном Кавказе, и независимое, в первую очередь, от России государство, они к этому давно стремятся, в общем, тоже не скрывают этой цели. В любом случае, Кадыров видит, что грядут какие-то большие изменения сейчас в Российской Федерации, и очень активно к ним готовятся, подгребают под себя все больше власти, все больше денег, и никто ему в этом не мешает, даже не пытается мешать. Почему? Потому что боятся все его. Что же такое может произойти в 2025 году? И вот тут мы переходим к самым интересам. Мне кажется, что, скажем так, у меня есть серьезное подозрение, что ресурсы Российской Федерации в следующем году будут в значительной степени исчерпаны. В первую очередь, речь идет об экономических ресурсах. Это приведет к серии, уже привело даже к некоторым крайне неверным, крайне опасным для экономики России решениям в экономике, и с последующими поражениями на фронте. И как в финале всего этого, я думаю, будет политический кризис. Сейчас поясню, что имеется в виду. Начнем с того, что на этой неделе, 21 сентября, почти незаметно прошла годовщина частичной могилизации, объявленной Владимиром Путиным, в 22 году, в сентябре. Тогда вооруженные силы России набрали 300 тысяч, уж извините за эти слова, лохов и дураков, которые повелись, что называется, на обещания властей, насчет того, что их отправят охранять день склада, на третью линию, в тылу будут сидеть и так далее. И что вся их служба максимум один год продлится. И, естественно, ничего такого не произошло. Из этих 300 тысяч частично мобилизованных осталось меньше половины. Остальные либо убиты, либо покалечены в многочисленных мясных штурмах. Поскольку люди эти все не являются военными специалистами, никто их, в общем, не жалел, не считал, их так пускали, как расходный материал. Изначально у этих мобиков было представление, что их отпустят по домам через год службы. Этого не случилось. Потом у них началось, как бы, росло чувство, что, ну, два-то года уж точно, через два года должны отпустить. Почему? Потому что два года это, как бы, стандартный срок службы еще в советской армии. Однако и через два года никто их и не отпустил и отпускать не собираются. Владимир Путин решил, что эти 300 человек это, в общем, допустимая, вполне допустимая цена за продление функционирования российской армии. Поэтому, естественно, эти 300 тысяч, точнее, то, что от них осталось, никто по домам уже точно не отпустит. Ну, в всяком случае, живыми и здоровыми они домой абсолютно гарантированно уже не вернутся. Как я сказал, в российскую армию тогда, два года назад, по мобилизации попали в основном лохи и дураки. Почему? Потому что их было совсем легко обмануть. Сейчас даже они начинают понимать, что их тогда тупо кинули, что у мобиков сейчас нет вообще никаких прав. И они, знаете, создали, у них есть некоторые группы, от их имени пишут целые там какие-то телеграм-каналы. И что они пишут? То, что они, в общем, волками воют насчет того, что про них все забыли, про них стараются не вспоминать, их жизнью и здоровьем власти России платят за все безграмотные решения Кремля в военной сфере и так далее. То есть, среди этой публики зреет очень серьезное недовольство. Они прям страшно недовольны происходящим, они уже все больные, потому что два года в окопах здоровья никому не прибавляют. Они расстреляны, ну, те, кто живы, естественно, потому что многие уже давно на том свете. Так вот, они довольно открыты сейчас. Все пишут, что после двух лет службы, если их никто не отнимет, то начнется массовое дезертирство. Они собираются просто валить пачками из воинских частей, потому что они считают, что они отдали, так сказать, все долги, которые у них были. Несмотря на то, что они такие дурачки и пошли вообще в армию служить, ну, вот сейчас до них доходит, что надо оттуда убегать наконец-то. Они считают, что два года стандартный срок службы советской армии вполне достаточно. Больше они не хотят и говорят, что если их не отпустят, то побегут сами. Знаете, если хотя бы часть из этих людей реализуют свои угрозы, то российская армия может лишиться сразу нескольких десятков тысяч солдат. Я думаю, их там тысяч сто всего лишь осталось, но если они начнут постепенно разбегаться, то это будет ощутимый процесс. Уже сейчас многие бегут. Кстати, проблема роста числа так называемых пятисотых, то есть людей, которые дезертируют, становится все более серьезной в российской армии. В несколько тысяч в месяц суды выносят приговоров по делу о самовольном оставлении части, о дезертирстве, о нежелании об отказе исполнить приказ. То есть это, по сути дела, в месяц два-три полка сбегают с линии фронта. И если не провести новую мобилизацию, и не отправить вот этих старых мобиков на отдых, а новых мобиков на фронт, то в 2025 году бегство этих самых мобиков с фронта может принять массовый характер. Кстати, уже пару дней назад на митинг к Министерству обороны выходили жены их, требовавшие вернуть своих мужей, их там повинтили, переписали и так далее. То есть, конечно, явление это пока женское, я имею в виду. Женские протесты явления не массовые, но сейчас и оно может начать набирать обороты, потому что жены тоже страшно недовольны тем, что их мужей на два года загребли и не отпускают. Там уже дело на грани бунта. Ну, понимаете, просто так взять и отпустить по домам их тоже Владимир Путин не может. Почему? Потому что сейчас для наступления на украинские позиции на Донбассе идут уже в ход последние людские резервы. Не так уж их много, но они добиваются определенного успеха. Кстати, чтобы им помешать, давайте вот еще раз проекламирую сбор. Мы сейчас собираем на дрона, на ударные дроны для 2-го батальона 110-й бригады, которые на Покровском направлении. Там очень нужны им ФПВ-дроны, поэтому если у вас есть возможность, давайте скинемся и поможем. Это позволит, ну, хоть каким-то образом приостановить, а может быть даже и остановить наступление россиян на этом направлении. Так вот, с учетом того, что потери россиян сейчас растут, а поток желающих повоевать за деньги почти иссякает, без новой мобилизации российским властям очень тяжело будет обойтись. Особенно с учетом того, что Владимир Путин буквально недавно подписал указ не о снижении, то есть не о демобилизации, а об увеличении численности армии на полторы сотни тысяч человек. То есть сейчас власти России по многочисленным сообщениям, так сказать, неофициально, особенно западная пресса об этом много пишет, очень активно ведет подготовку к новой мобилизации, точнее к новой волне мобилизации, потому что старую мобилизацию никто не отменял. Там сейчас больше говорят о новой волне массовой мобилизации. Идет к ней подготовка с учетом негативного опыта прошлой мобилизации, 22-го года. Уже создана электронная система учета призывников и военнообязанных. Эта система будет автоматически отключать тем, кто получил повестку в армию, загранпаспорта, автомобильные права и кучу других документов. Причем для получения повестки не обязательно надо будет даже где-то расписываться, если тебе военкомат ее выписал, в интернет закинул, считаю, что ты уже получил повестку по новым законам. Появится новая мощная система отлова уклонистов, ужесточены наказания за уклонение, на уровне военкоматов и ментов уже проведены учения и разработаны инструкции по поводу того, как искать и вылавливать уклонистов от службы. То есть легально смыться за границу, как это было в прошлый раз, от мобилизации у российских новомобилизованных не получится. Надо будет как-то иначе скрываться от любящей родины, либо там нелегальную границу пересекать, либо где-то в лесу селиться, либо уезжать куда-то к родственникам. Ну и судя по всему, этот электронный реестр повесток заработает уже с 1 ноября, по крайней мере, была такая информация в нескольких источниках. И где-то, я так подозреваю, что сразу после этого начнется новая волна мобилизации. Сначала, скорее всего, будут проводить ее в тестовом режиме, то есть там будут в разных регионах раскидывать вот этих разнарядки по набору мобилизованных, там 100 человек, здесь 200 человек, там 500 человек и так далее. И будут смотреть, как оно идет, какие есть шероховатости, если какие-то сложности их будут потихонечку устранять. Ну а когда процесс заработает нормально, вырубят уже на всю катушку этот процесс. Причем даже не будут о нем официально объявлять, просто людям будут в интернете приходить эти повестки на их электронную почту, и все, люди будут вынуждены являться военкоматом. Но, естественно, военкоматом ни в коем случае являться нельзя, потому что это практически гарантированная смерть для любого человека. В российской армии мясные штурмы – это самое обычное явление. Ни в коем случае нельзя идти в военкомат, это очень-очень опасно. Но они сейчас будут все делать тихо в России, без всяких объявлений, без всяких заявлений, так, чтобы не будоражить народ. В общем, боятся, что народ начинает бунтовать, что популярность Путина снизится и так далее. То есть очень переживают на эту тему. Почему? Потому что в прошлый раз очень сильно упала популярность Путина после начала мобилизации. Ну и смотрите, я думаю, почему я думаю, что осенью, или в крайнем случае в декабре, начнется новая волна мобилизации. Во-первых, уже будет готова техническая сторона дела, то есть эти электронные повестки, военкоматы, менты, база данных и так далее. Во-вторых, с наступлением дождей и холодов на фронте обычно устанавливается некоторое затишье, до наступления морозов. И в период этого затишья удобно проводить разного рода организационные мероприятия, типа в том числе пополнения личным составом. В-третьих, я заметил очень важный такой момент. Повторяющиеся информационные вбросы пошли со стороны властей российских насчет того, что мобилизации ни в коем случае не будет. Не будет. Несколько блогеров и государственных СМИ российских как под копирку выдали такую информацию, я даже сейчас копировал. Владимир Путин подписал указ о создании на базе Совета Безопасности межведомственной комиссии по комплектованию армии контрактниками под председательством Дмитрия Медведева. Кремль по-прежнему ставит на добровольцев. Я думаю, а до этого как без контрактников что ли было? То есть тоже контрактниками комплектовали. То есть создан бессмысленный орган под управлением бессмысленного Медведева для решения задачи, которая и так решалась. На мой взгляд, цель этой новости, вообще этого заявления, которое было широко растиражировано, в том, чтобы как можно громче крикнуть, что никакая мобилизация не планируется, будут только контрактники и что ставка делается на добровольцев. Депутаты Российской Госдумы, которые перед мобилизацией 22-го года говорили, что ее не будет, сейчас говорят то же самое, не будет ее. В три горла кричат, что нет, 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 никакой мобилизации не будет. И источники СМИ, сегодня Медуза, например, написала, что власти не видят, точнее источники Медузы не видят явных признаков подготовки к мобилизации и сомневаются, что власти объявят ее в ближайшее время, под этим подразумевается период 2-4 месяца. И поток сообщений подобного рода становится все больше и больше и больше, более плотным. То есть никто, как будто вы очень, и не спрашиваете, не задается вопросом, но из Кремля постоянно доносится, из Кремля, из правительства, из Минобороны, из Госдумы, что не-не-не, мы никакую мобилизацию не планируем, мы ничего такого не делать не собираемся, даже и не думаем об этом, нет, ничего, даже не смотрите сюда и не бойтесь. На мой взгляд, это очень похоже на точно такой же поток заявлений о том, что никто не планирует нападать на Украину в январе 22-го года. Помните, тогда даже писали, что начался вывод российских войск из Беларуси, хотя никакого вывода не было. То есть один в один идут вот эти сообщения обманки, как мне кажется. На мой взгляд, это попытка задурить всем голову, просто сказать, то есть обмануть всех по сути дела. В конце концов, любое государство во время войны обязательно будет пытаться скрыть подготовку к мобилизации и от своего противника, чтобы он ничего не знал до самого последнего момента, и от своих собственных граждан, чтобы эти граждане тупо не сбежали за границу, пока не объявлена мобилизация. Потом, как я сказал, сейчас сделана в России система, при которой пытающимся сбежать за границу у них не получится, то есть официально, формально, потому что у них отключат загранпаспорта у всех. Ну и более того, когда в Российской Федерации мобилизация все-таки начнется, я вообще не сомневаюсь, что это произойдет, то власти до последнего будут говорить, что нет, никакой мобилизации нет, ничего такого нет, это типа единичный случай, мы тестируем какую-нибудь систему, это вот там ошибка какая-то и так далее. То есть еще два фактора есть в пользу скорой мобилизации. Это требования российских генералов, которые, как пишет Wall Street Journal, уже полгода просто теребят Кремль, говорят, нам нужны люди, нам нужен свежий набор людей, быстрее-быстрее людей, потому что мы не справляемся, текущих сил не хватает для проведения серьезных воинских операций. Путин до последнего отказывался, так как очень боится негативных последствий для экономики России, но есть очень большая вероятность того, что эта экономика реально начнет разваливаться в следующем году, если еще несколько сотен работников будут отправлены на фронт, а пару миллионов начнут прятаться и уезжать, убегать за границу. Но воевать без людей нельзя, поэтому экономикой, судя по всему, решили все-таки пожертвовать. Здесь второй фактор. Смотрите, дело в бюджете на 25-й год, в российском бюджете. Два года назад планировалось, что Россия потратит рекордное количество денег на войну в 24-м году, добьется в 24-м году победы над Украиной и в 25-м году начнет уже существенное сокращение расходов на войну, чтобы дать невоенной экономике вздохнуть чуть свободнее. Но сейчас появилась ровно обратная информация. Из-за того, что в 24-м году Украина выстояла, войну не проиграла, власти России решили снова увеличить расходы на оборону, то есть на нападение в данном случае, на армию, чтобы оплатить счет за войну в Украине, которая уже обошлась российским налогоплательщикам в 22 триллиона рублей. Цитирую газету Moscow Times. В 25-м году федеральная казна потратит по статье национальной обороны рекордные 13,2 триллиона рублей или 142 миллиарда долларов, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект о законе бюджета, который готовится к внесению в Госдуму. По сравнению с 24-м годом, где было 11 триллионов рублей, военные расходы увеличатся еще на 22%, а относительно 23-го года вдвое вырастут. А если сравнивать с довоенным бюджетом 21-го года, то станут практически в 4 раза больше военные расходы России. Военный бюджет достигнет 6,5% национального ВВП, это уровень военных диктатур Африки, а доля расходов на армию в казне составит более 30%. Это беспрецедентные показатели со времен позднего СССР. То есть еще 3,5 триллиона рублей правительство России потратит по статье национальной безопасности, то есть это Росгвардия, Следственный комитет, спецслужбы, ФСБ и так далее. И в сумме армии и силовики съедят 40% всего госбюджета России или 16, почти 17 триллионов рублей. То есть это означает, что Российская Федерация практически полностью перестраивается на военные рельсы в следующем году. Инвестиций, бизнес, образование, науки, строительство, инфраструктура не будет, не планируется. Будет только-только война. Поскольку резко нарастить производство оружия уже практически невозможно в России, потому что нет свободных заводов, нет станков, нет рабочих, чтобы заработать за этими станками, то остается как бы давить человеческой массой. То есть будет набирать очень много людей, просто людей. Путин будет наращивать и наращивать объем чисто мяса в своей армии и бросать его вперед до тех пор, пока не дожмет Украину и пока не дожмет Запад и не навяжет им условия перемирия, которые он хочет. По крайней мере у него такой план. Если для этого понадобится угробить еще миллион россиян, угробит миллион, если два миллиона, два миллиона угробит. Тут в этом смысле поэтому ему точно не обойтись без новой волны массовой мобилизации. Я не понимаю, как иначе может произойти. Конечно, для невоенной экономики российской это означает почти мгновенную смерть. Такие военно-гигантские, катастрофические войды расхода, обрушат курс рубля, приведут к дефициту, к огромной инфляции, вынудят правительство вводить скорее всего карточки, какие-нибудь талоны на еду, на бензин будут талоны вводить цены, все проще. Вся наличная иностранная валюта будет идти на закупку военного оборудования на черном рынке мировом и так далее. То есть это чревато реально большой дестабилизацией ситуации в России. Но другого выхода у Путина нет. Почему? Потому что альтернатива для него это поражение в войне, это суд, это тюрьма и возможно даже позорная смерть. Как вы понимаете, в таких условиях об экономическом процветании России ее население можно забыть надолго, если вообще не навсегда. И 25-й год для них будет супер-пупер сложным. В экономическом отношении об этом уже точно можно судить по проекту бюджета в Госдуму, который представлен. Если же при этом еще упадут цены на нефть, если Запад продолжит санкционное давление на Россию, если Украина регулярно и результативно будет бомбить крылатыми ракетами стратегические российские предприятия, то в России может начаться самая настоящая разруха уже в следующем году. Тут конечно много всяких если, не все эти, но я хочу сказать, все эти если реалистичны и обладают важным, но не ключевым значением. Потому что ключевое значение это все-таки госбюджет российский, который выглядит как бюджет СССР в самые голодные его годы. И это уже официально заявляется, это не какие-то там домыслы, это прям проект бюджета. И денег просто не будет ни на что другого, кроме войны. Для Украины это в свою очередь означает, что очень в скором времени у россиян на фронте могут оказаться еще несколько сотен тысяч человек, набранных по мобилизации. Это обязательно нужно учитывать, к этому обязательно нужно готовиться. Как готовиться? Ну смотрите, во-первых, нужно, мне кажется, попросить западные страны, чтобы они хотя бы на время после некоторой проверки пускали к себе тех, кто хочет убежать от мобилизации и чтобы эти люди не пополняли ряды российской армии. Лучше пускай они на Западе работают таксистами, чем на Донбассе штурмовиками. Срыв мобилизации противника это очень-очень важно. Во-вторых, нужно очень много противопехотных боеприпасов, мины, кассетные снаряды, дроны со сбросами, ФПВ-дроны, пулеметы, минометы, станковые гранатометы и всякое такое. То есть нужно именно противопехотное оружие. Россия будет идти вперед пехотой главным образом, поэтому нужно много дронов, которые будут висеть в небе, наводить артиллерию, которая будет по этой пехоте работать кассетными боеприпасами. Ну и в-третьих, конечно, нужно уже сейчас готовить противопехотные оборонительные рубежи в глубоком тылу, на расстоянии 50-100 километров от нынешней линии фронта. Почему, к сожалению, мы видим, что Владимир Путин решил пустить буквально на мясо буквально все население, мужское население своей страны, если понадобится. Поэтому наступление российское будет, видимо, к сожалению, продолжаться и в 25-м году. Наступать будут мясом, но наступать будут. Поэтому нужно готовить новые, новые оборонительные рубежи даже глубоко в тылу, в нынешнем тылу. К сожалению, лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть в этом смысле. Ну а наступление это будет продолжаться до тех пор, пока у Российской Федерации будут деньги, пока инфляция не прикончит российскую военную машину и Кремль не перейдет в руки других людей, может быть, даже все того же Рамзана Кадырова, хотя, может быть, и кого-то другого. Но пока у Кадырова, как мне кажется, все-таки самые большие шансы на успех в этом смысле. Поэтому готовимся к следующему году. К следующему году тяжело будет, тяжело будет, но в то же время видно, что российская экономика в следующем году точно будет в тяжелейшем кризисе. И не факт, что она бы перейдет. Для Кремля это будут перегонки, знаете, с экономическим кризисом. Либо он завершает войну на своих условиях и спасается от экономического кризиса, либо экономический кризис первым его прикончит и режим российский пойдет. Вот как-то так я вижу следующий год. На этой не слишком оптимистической ноте буду с вами прощаться. Еще раз напомню, что нам надо всем сейчас поднапрячься и как можно больше активнее помогать украинской армии. Это очень важно сейчас. Если у вас есть возможность помочь на дроны, то в описании будут реквизиты 2-го батальона 110-й бригады, которым сейчас дроны очень нужны. Там как раз на Донбассе. Вот сейчас-то уж точно с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Яковин. Это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да пребудет с вами сила. И пока-пока. Подписывайтесь на канал Радио НВ ось тут.